Премьер-министр Дарин Ричан может быть привлечен к уголовной ответственности за унижение судей в своих скандальных заявлениях, в которых он назвал их имена. Такое мнение высказал бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбери в телеэфире на Н4. По мнению Пулбери, публичное объявление имен судей, принявших решения, не устраивающие власти, можно квалифицировать как вмешательство в отправление правосудия. Премьер-министр позволил себе унижать судей на глазах у граждан. Это тот случай, когда он может быть привлечен к уголовной ответственности за допущенное нарушение, потому что таким вмешательством он дал понять всему судебному корпусу страны, принимайте решения, которые устраивают власть. Если по какой-либо причине не вынесено устраивающее власти решение или приговор, то судья в какой-то степени подвергается давлению. Его предупреждают, что в противном случае произойдет вот что. Это трагический случай для Республики Молдова. Я считаю и убежден, что это грубое нарушение Конституции, конституционных норм, политической этики. Бывший председатель Конституционного суда упомянул еще один, по его мнению, незаконный случай. Пулбери считает, что в аэропорту происходит что-то неладное, и прокуроры, несомненно, должны в этом разобраться. Что-то там неладно. На данном этапе еще слишком рано вмешиваться прокурору. Но обязательно, когда аукционы закончатся, прокурор должен разобраться, что произошло, как произошло и все ли сделано по закону. В конце концов, без прокурора там не обойтись. Так я считаю, как бывший прокурор. Ранее премьер-министр Дарин Ричан неоднократно и прямо обвинял некоторых судей апелляционной палаты и суда Кишинева. Выступал с критикой их решений по делам, связанным с банковским мошенничеством, кражей миллиарда и исключением из избирательной гонки кандидатов от партии «Шанс». Высший совет магистратуры тогда выразила беспокоенность в связи с заявлениями премьер-министра. Кроме того, заявление Ричана осудила Ассоциация судей Республики Молдова. «Это серьезное нарушение принципа разделения властей в государстве и независимости судебной власти», заявили тогда представители организации. Премьер-министр в ответ подчеркнул, что когда речь идет о безопасности государства, он всегда будет называть именно тех, кто принимает решения и покажет, каковы их последствия. Недавно Дарин Ричан заявил, что судья Радика Бердила, кандидатуру которой при рассмотрении вопроса о назначении на должность до достижения предельного возраста 1 июля отклонил высший совет магистратуры, никогда больше не будет судьей.